Здравствуйте! Меня зовут Устинова Елена Евгеньевна. Я являюсь преподавателем специальных дисциплин отделения архитектуры и также преподаю курсы архикады. Рано или поздно любой пользователь архикада сталкивается с необходимостью создания своих библиотечных элементов. Поэтому тема нашего сегодняшнего занятия – библиотеки, пользование библиотеками, дополнительные библиотеки и создание библиотечных элементов среди архикады. Ну что, внимание на экран! При работе над проектом пользователю доступны только те библиотечные элементы, текстуры и фоновые рисунки, которые находятся в загруженной библиотеке. Однако существуют дополнительные библиотеки, созданные как фирмой Graphsoft, так и независимыми разработчиками. Установка новых библиотек производится Инструмент-объект Загрузить другой объект Открыть менеджер библиотек Добавить Выбираем дополнительную библиотеку И загружаем ее Библиотека загружена Часто бывает, что загружать дополнительную библиотеку целиком не имеет смысла В этом случае стоит воспользоваться функцией загрузка отдельного элемента Она производится аналогично Инструмент-объект Загрузить другой объект Из диалога открытия файла Выбираем элемент И загружаем его Для каждого проекта Может быть создан свой собственный набор библиотек Рано или поздно практически у каждого пользователя Архикад Появляется потребность в библиотечных элементах Отсутствующих как в стандартных библиотеках Так и в библиотеках сторонних производителей Как правило, это относится к объемным моделям Различных нестандартных конструкций Аксессуарам, мебели или текстурам Собственные средства Архикад Позволяют создать как двухмерные, так и трехмерные элементы Мы остановимся на создании трехмерных элементов На конкретных примерах Пример первый Создадим, используя только средство Архикад Объемную модель секции ограждения Которую затем преобразуем в библиотечный элемент Архикад Пригодный для последующего многократного использования Для этого разместим на плане этажа Отсканированное изображение металлической решетки Взятая на сайте фирмы-изготовителя Выберем инструмент «Рисунок» Откроем изображение решетки И разместим На плане первого этажа При помощи инструментов 2D-черчения Линия и сплайн-кривая Обведем изображение Инструмент «Линия» Выбираем геометрический вариант Прямоугольное Обводим контур нашего металлического ограждения Геометрический вариант Отдельная прямая Проводим вертикальные линии Для того, чтобы они были вертикальны Нажимаем клавишу «Shift» Выбираем инструмент «Сплайн-кривая» И обводим изогнутые фрагменты нашего ограждения Рисунок « ton« на земли фрагментыШка» Выбираем инструмент «Сплайн-кривая» Должный софт «Джерчения冷roneеско-п automate-п nailed financial» Удалим изображение. И отредактируем элементы. Выберем инструмент «Стена». И зададим следующие параметры. Высота стены – 15, ширина стены – 15, материал – металл-железо. Выделив 2D-элементы и выбрав инструмент «Стена», воспользуемся волшебной палочкой. Просмотрим получившееся изображение в 3D-окне. Теперь необходимо правильно сохранить данный элемент. Для этого в настройках параметров 3D-проекции мы выберем «Аксонометрию», «Фасад» и посмотрим на данное изображение с севера. Выделим элемент и сохраним его как библиотечный элемент. Разместим вновь созданный библиотечный элемент на плане этажа. Мы рассмотрели классический способ создания библиотечных элементов. Рассмотрим другой способ – использование объемных элементов для выдавливания конкретной формы. Часто при проектировании деревянных домов пользователи сталкиваются с необходимостью фигурной подрезки бревен, например, как на этой картинке. Выберем инструмент «Стена» и зададим следующие его параметры. Высота стены – 2800, ширина стены – 200, материал «Дерево-сосна горизонтальная». Нажмем кнопку «Сруб» и зададим толщину бревна – 200. Выберем геометрический вариант «Прямая односекционная стена» и начертим стену. Посмотрим на нее со стороны южного фасада. при помощи правой кнопки мыши скопируем данное изображение и разместим его под первым этажом. для этого мы создадим этаж ниже первого. Вставим на него изображение стены, подвинем данное изображение для того, чтобы оно не мешало дальнейшей работе. вернемся на первый этаж. Включим кнопку «Фон». На плане первого этажа мы видим изображение фасада стены. Приблизим данное изображение и при помощи 2D инструментов нарисуем контур тела для выдавливания нужной формы стены. уберем фон, выберем инструмент перекрытия и зададим его толщину большую, чем толщина бревна. Преобразуем 2D элементы при помощи волшебной палочки в перекрытие. Посмотрим в 3D окне. Выберем перекрытие. Выберем «Показать выборку». и установим параметры 3D проекции, такие же, как и в первом примере. Выделим элемент и сохраним его как библиотечный. «Показать выборку». Разместим. Вновь созданный библиотечный элемент так, чтобы он пересекал стену. Посмотрим в 3D окне. Вдох. 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 Теперь в меню «Конструирование» выберем «Операции над объемными элементами». Появится меню «Редактирование целей и операторов». Выберем стену «Эта цель». Нажмем кнопку «Получить целевые элементы». Выберем библиотечный элемент и нажмем кнопку «Получить элементы оператора». Выберем операцию «Вычитание» и нажмем кнопку «Выполнить». Перенесем библиотечный элемент на скрытый слой. И посмотрим, что у нас получилось в 3D-окне. Стена подрезана. Рассмотрим третий способ создания библиотечных элементов. Создание элементов из профиля стены. Предположим, что нам необходимо создать купол. Выберем инструмент «Стена» и зададим ему следующие параметры. Высота стены – 10000. Способ построения – справа. Толщина стены – 500. Геометрический вариант построения криволинейный по центру. Построим криволинейную стену с координатами «Х» – 5000, «Y» – 0. Выберем эту стену и разгруппируем ее. Редактор, группирование, разгруппировать. В меню «Конструирование» выберем «Сложные профили» – «Менеджер профилей». В окне «Менеджер профилей» выберем «Новый профиль». Открылось новое окно «Редактор профилей». В этом окне 2D-инструментом «Линия» – геометрический вариант «Прямоугольник». Построим прямоугольник со следующими координатами. Первая точка – 00, вторая точка – X – 5 метров, Y – 10 метров. В границах этого прямоугольника инструментом «Сплайн кривая» построим профиль будущего купола. Отредактируем «Сплайн кривую». Для этого выделим ее и еще раз нажмем на инструмент «Сплайн кривая». Выберем инструмент «Заливка». и при помощи волшебной палочки создадим профиль нашего купола. Удалим лишние линии и запомним данный профиль как под номером 1. Нажмем кнопку «Применить к выбранному». Посмотрим то, что у нас получилось в 3D-окне. Купол построен. Для того, чтобы сохранить его как библиотечный элемент, необходимо в параметрах 3D-проекции задать параллельную проекцию, вид сверху. выбрать данный элемент и сохранить его как библиотечный элемент. Разместим элемент на плане этажей. На этом мы закончим сегодня разговор о создании библиотечных элементов. В ходе сегодняшнего занятия я попыталась ответить на вопросы, которые наиболее часто задают студенты. Поэтому успехов вам в освоении программы! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok